МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Самара Гис. При своем мнении, Инга Пеннер, здравствуйте. Самостоятельные или брошенные? Для почти 700 самарских многоэтажек этот вопрос сегодня от них не праздный, ведь за последние несколько лет они перешли на так называемый непосредственный способ управления. Это когда собственники напрямую заключают договора с поставщиками воды и тепла света, а содержанием дома занимается не управляющая компания, а обслуживающая. Казалось бы, слова по смыслу схожие, но на деле это огромная разница. Кто-то, разбираясь во всех нюансах, осознанно выбрал такой способ управления домом. Ну а кто-то, и таких немало, даже и сам не понял, как это произошло. Просто в один прекрасный день вместо единственной квитанции людям стали приходить сразу несколько счетов. Почему? Многие разбираться не стали. А вообще знаете, что такое непосредственный способ управления домом? Нет, я далека от этого. Да, слышали такое, но дело в том, что смысла не понимаем. Я не знал этого и не хочу знать. Мне присылают квитанции, я плачу. А кто это присылает? Я вам говорю, что не поймешь кто, со всех сторон. Как это? Выборно. Ну вы знаете, что это такое? Нет. Нам было хорошо, когда у нас одна квитанция была. А сейчас бегаем. А сейчас бегаем. То горячее не принимает, то холодное не принимает. Так и бегаем. Такие судьбоносные для дома решения, как выбор способа управления, можно принимать только на общем собрании. Но в иных многоэтажках этот закон умело обошли. Буквально на днях, а именно 19 марта, следователи реанимировали старый уголовный скандал, в котором оказалась замешана Приволжская пожиро. Еще недавно дело пылилось на полках, где лежат приостановленные материалы. Дело было возбуждено по факту. Неустановленное лицо внесло заведомо ложные сведения. В протоколы собраний собственников была проведена проверка, что и послужило как раз таки основанием для возбуждения уголовного дела. В настоящее время лицо данное устанавливается, проводятся все неотложные мероприятия. За этими казенными формулировками скрываются события двухлетней давности, когда полторы сотни домов, которые обслуживал Приволжский пожирте, в едином порыве перешли на непосредственный способ управления. И от жителей посыпались жалобы. Собрания прошли в один-два дня. Но такого в принципе не может быть. Мы обратились в прокуратуру. Они сделали заключение, что все 152 дома. Воли такой не изъявляли. Те, кто собирали эти подписи, были введены в заблуждение, а некоторые не расписывались. Вот они протоколы. Можете посмотреть. По пункту видите прочерк. Даже вообще пункт не отголосован этот. Здесь вообще даже реестр не приложен. То есть это вообще профанация полная. Вера Романюк, эксперт в сфере ЖКХ и одновременно очевидец тех событий ее дома тоже коснулись перемены. Убеждена. Виновных нетрудно найти. Если задастся вопросом, кому это выгодно. Приволжский пожирте факт известный. Тогда накопил сотни миллионов долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Все вот эти вот долги так и зависли. И до сих пор не могут установить, а кто же за все это безобразие должен нести уголовную ответственность. У нас много уголовных дел открывается. Потом они закрываются. То есть это, понимаете, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Ну, это жизнь. Бессменный директор Приволжского пожирте, ныне это пожиры У, Минахмед Халиулов, не только философски рассуждает об уголовном скандале, но и с оптимизмом смотрит в будущее. Уверен, все его дома, что перешли на непосредственное управление, сделали это вполне легально. Да и перемены оказались только к лучшему. Приводит пример. Демократическая 8, где актив дома души не чает в главе коммунальной конторы. Да, мы собрали деньги. Да, у нас, как говорится, вот обратились челобетные к Юрию Михайловичу и сказали, ну, помогите. У нас дом будет в образцовом содержании. Вот что-что, но мы вам обидим. Благодаря Юрию Михайловичу. Спасибо. Единственное, что просто в плане того, что квитанция, понимаете, что вот нужно было платить. Но я считаю, зато нет претензий у поставщиков тепла, воды к управляющей компании, электроэнергии. Понимаете, что там что-то им недоплатила управляющая компания. То есть они получают все, что значит это самое. Вы не должны своего соседа, который не платит по дебютурке, платить, понимаете. То есть дебютурка, они сами работают. Вот вы бы рекомендовали другим домам также переходить на непосредственный способ управления? Ну, конечно. Конечно. А что это меняет-то, понимаете? Это ничего не меняет. Мы так же работаем с компанией, с той, с которой мы и работали. Это ничего не меняет. Но это многое меняет, уверены эксперты. При непосредственном способе управления, если кто-то из жителей задолжал поставщикам ресурсов, то благ цивилизации лишается не все здания, а только неплательщики. Не нужно расплачиваться за грехи соседа. Это существенный плюс. Но он чуть ли не единственный, говорят специалисты. Виктор Часовских, например, убежден. Непосредственный способ управления выгоден лишь в тех домах, где не больше 12 квартир. Жители друг друга знают и нет проблем с проведением общих собраний, ведь они понадобятся по любому поводу. Есть и другие подводные камни. Так протекающая труба в подвале бьет только по кошельку жильцов, а не коммунальщиков. Самое интересное, обслуживающая компания неинтересно устранять эти аварии. Потому что им без разницы. Платить-то все равно будут жители. А вот если бы они были управляющей компанией, вот тогда бы они платили. Управляющие компании специально идут на то, чтобы собственники якобы выбрали этот способ управления. Тем самым, да, они снимают с себя ответственность. Они становятся не управляющими компаниями, а обслуживающими компаниями. То есть компаниями, которые отвечают только за обслуживание общего имущества дома. Но никак не отвечают за поставку коммунальных услуг. И таким образом получается, что нету исполнителя в этом доме. Вот это вот парадокс. Ресурсоснабжающая организация говорит, что, уважаемые собственники, у нас с вами заключен договор на поставку того или иного ресурса до границ дома. То есть до фасада. Дальше не наши проблемы. Мы за это не отвечаем. И обслуживающая компания говорит, а это тоже не наши. Так кто же отвечает в этом случае? Никто. То есть любой сбой в доме, отопление, холодного, горячего водоснабжения. Позвонить в управляющую компанию и сказать, что у меня нет отопления, придите и сделайте мне перерасчет. У жителей уже не получится. Да, здесь есть определенная опасность. Они уходят от проверок жилищной инспекции, потому что жилищная инспекция проверяет правильность заключения договоров на управление домами. А правильность заключения договора с эксплуатирующей организацией, у них таких функций уже нет. То есть лишнюю контролирующую организацию? Лишнюю контролирующую организацию они просто убирают. И этим не совсем добросовестные управляющие компании пользуются. Вот таких вопросов, то, что мы один на один жильцов бросили, такого нет. Рычагов управления, наоборот, становится больше. То есть житель, он как раз и непосредственно управляет жилым фондом. Само название за себя говорит. То есть жильцы, наоборот, проявляют активность и сами управляют жилым фондом. Они сами принимают решения. Они напрямую работают с поставщиками коммунальных услуг. Я должен обеспечить прием ресурсов. Как я могу обеспечить? И проверить их, так сказать, качество и соответствующие. Видите, это совершенно невозможно на самом деле. Никакого самостоятельного управления, естественно, нет. Это все фикции на бумаге. Мы не можем нормально выбрать ответственного по подъезду. Понимаете? У нас нет совета дома до сих пор. Нет никакого. Ну вот такой вот народ. Вот такой народ. Вот пишу я. Не мог просто так. Пофигистый, что ли, отнесись к этому. Ввязался. А ввязавшись, втянулся. Биократическую переписку, а затем и в судебный бой. Бывший инженер гидротехнических сооружений, а ныне пенсионер Сергей Давыдов, тянулся еще два года назад, когда неожиданно узнал, что его дом на солнечной 47 тоже перешел в непосредственное управление. Сергей Никонорович уверяет, никакого собрания по этому поводу не было. Никакого протокола этого собрания, соответственно, и быть не могло, поскольку таких собраний не было. Но протоколы есть. И все они оказались у господина Халюлова на хранении. Все эти протоколы. И вот он с помощью этих протоколов пытается осуществить вот эту свою мечту и схему. Я, значит, удивлен вначале очень сильно, потом постепенно начал возмущаться. Вот. И, значит, у меня уже зрел протест. Этот протест вылился в десятки писем, отправленных во все инстанции в судебный процесс, который Давыдов проиграл. Пенсионер признается, был плохо подготовлен. И хотя с тех пор у него появилось много документов, подтверждающих его правоту, говорит, что решил завязать. Один в поле. Не воин. Я уже устал. Я не буду больше этим заниматься. Откровенно вам скажу. Тут уже все мне уже и родственники, и жена, и все. На меня, говорит, кончается. У меня вот стеногардия сейчас вот появилась. Думаю, что я закончу всю свою эту деятельность, написав третье письмо губернатору, короткое. И на этом я кончаю. Все, дальше. Действуйте, как хотите. У нас на сегодняшний день практически бесхозными остались. Это как бы переведено непосредственно способ управления, около 700 домов. Уже бьют тревогу. Потому что непосредственно способ, это каждый отвечает за себя. И вы представляете, и как с должниками работать, и защита прав по содержанию общедомового имущества спросить тоже не с кого. Но самое интересное, почему народ не возмущается этому. Вот что. И один единственный человек к сыскому обратился, и тому отказали. Но кое-где народ уже начал возмущаться. Во дворе на новой вокзальной 225 кипят поистине шекспировские страсти. Раньше, рассказывая старшая по дому, Гертруда Алексеева, все было просто и понятно. Все было в одной квитанции. А это сейчас, вы знаете, мутная водичка, чтобы плавилась крупная рыбка. Это просто издевательство над нами. Вот за воду, вот за квартиру и за воду, вот за квартиру и за воду. И здесь у меня много вопросов, значит. Пошел в РЭУ, там меня чуть ли не избили. Никто не может знать и никто не хочет говорить. Куда идти, с кем говорить, непонятно. ЖЭУ, ПЖРТ раздали электроэнергию энергетикам, водоканал водоканалу, газ газу. И сами ходят, сидят, жуют семечки и читают книги. Играть в компьютерные игры. Да, сейчас говорят, еще теплосети заберут. Так вообще будет прекрасно. Чего-чего? Теплосети заберут. Горячую воду водим. Горячую воду будем ходить. Ну это парадокс. Парадокс здесь случился еще несколько лет назад, как давно жители даже и не помнят. Они не заметили, как вместо управляющей компании в квитанции появилось слово «обслуживающая». Не стали задавать вопросы, когда вместо одного счета от промышленного ПЖРТ стало приходить несколько бумаг. Не было никакого собрания. В два года никакого собрания не было. И не только в этом году, и в прошлом году не было. Объявили, пришли туда, нет, переносим на следующий день. Переносим на следующий день. До сих пор идет собрание. Деньги за коммуналку жители все равно несли в одно окошко. Местные же потому и не возмущались. В остальном же перемен не заметили. Коммунальщики никогда этот дом вниманием не баловали. Вот, посмотрите, что делается. Видите, что делается? Скоро развалится. А деньги платит. За что, непонятно. Грязь свозится на асфальт. Летом высыхает, не подметают. А если подметают, пыль поднимается, воздух, задыхаемся. Раньше хоть как-то мыли, увлажняли как-то даже асфальт. А сейчас ничего, даже грязь не исчищают. А зимой это просто убийство. На неудобство, конечно, роптали, но тихо. Чаша терпения переполнилась, когда людей поставили перед фактом. Чтобы теперь заплатить за воду, им нужно не весть куда ехать. Причем, смотрите, нам предлагают показатели счетчиков отвезти туда на Александра Матросова, 153 Г. Дальше. Оплату отнести туда. Сюда, сколько там пойдем за газ, куда платить за электричество. Это что за изуверство? Это просто самое настоящее изуверство. Нам это не выгодно. Им же туда надо в такую грязь ехать. А мы не хотим, никто. А зимой лед и снег был. Да. Там одни гаражи. Я вот что-то попыталась дозвониться по номерам перехода, где можно позвонить и дать показания счетчиков. Бесполезно. Нигде. Кто занятый, трубку не берут. Как выяснилось, прямые договора с ресурсниками у людей были заключены давно, но платежи собирала промышленная ПЖРТ на основании абонентских договоров. И вот срок одного из них с самарскими коммунальными системами истек в феврале, а продлевать его не стали. Хотя обслуживающая организация до этого собирала сама эти данные, представляла их ресурсоснабжающей организацией, никаких проблем не было. Сейчас эта проблема возникла. Она сейчас решается, естественно, но это опять же нервы жителей, это опять же потерянное время, потерянные деньги. Жители Нововокзальной 225 намерены писать жалобу в прокуратуру. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, дать правовую оценку будет крайне сложно, ведь люди даже сами не помнят, когда в их доме начались перемены. Туманной перспективы и уголовного скандала, в котором оказалась замешана Приволжская ПЖРУ. Но даже если дело вновь отправят в архив, это не отменяет того, что собственники в любой момент могут все поменять. Для этого достаточно провести общее собрание и решить, что же им подходит. ТСЖ, управляющая компания или тоже непосредственное управление. У каждого из трех вариантов есть свои достоинства и недостатки. Главное, чтобы выбор делали сами люди. А у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся.